Итак, я решила пожертвовать просмотром сериала и поговорить с вами, пока я тут делаю всякие домашние дела. На повестке дня история о том, как я бабушку в Украине, сейчас я отодвину вас немножечко, поздравляла с днём рождения. Я стараюсь ей всегда на день рождения заказывать всякие вкусняшки, продукты из Польши. Что там на этом такое пишет? Ну ладно, попробуем. Ну и в общем, когда я жила в Польше, я работала удаленно на сайте клубок, это сайт объявлений а-ля OLX. И в общем, на этом клубке раньше было много людей из Западной Украины, которые в Польше покупали продукты и потом перепродавали их в Украине. Я сейчас не знаю, что там случилось, что изменилось, но в общем, не так-то много объявлений с продуктами из Польши. Ну и в общем, я искала-искала и нашла и одну женщину, у которой отличный ассортимент разных продуктов, и она находится в Польше. Ой, в Польше, в Киеве. Ну и всё, я составила список продуктов, которые я хочу, я ей отправила прямо этими ссылочками список, которые я хочу. Я ей написала, объяснила, что всё так и так, что я нахожусь за границей, хочу сделать подарок бабушке в Украине. Вот мне интересует вот такой-то список товаров. Если они все в наличии, если есть, как можно их купить с доставкой. Меня интересует доставка новой почты до двери. Ну и объяснила, бла-бла-бла, бабушка старенькая живет в селе, далеко ходить не может, поэтому очень важно, чтобы ей привезли до двери. Ну и всё. Единственное, опять-таки, меня что удивляет, как люди делают вообще бизнес, зарабатывают деньги. Если бы я возила продукты и таким образом зарабатывала деньги, я бы, ну просто, я не знаю, рвала я металлы на каждый бы заказ. А здесь я написала, она мне ответила, что там, допустим, нет вот такого паштета, нет, вот этой шоколадки тоже в наличии нет. Я ей пишу, окей, нет шоколадки, давайте заменим её вот такой шоколадкой. Нет этого паштета, окей, давайте добавим вот тот паштет, который я заказала, будет их два. Так пойдёт? Она, да, пойдёт. Я говорю, окей, как можно заказать, отправить вам деньги, дайте мне реквизиты или что, после этих слов она куда-то пропала, эта женщина. Пропала, я же жду, пока она мне ответит. Я смотрю, она сообщение прочитала, а ответа нет и нет. Я подождала два дня, ответа нет. Я ей опять, я ей пишу, в общем, я дико извиняюсь, а что там, как там, будем мы сделку эту проделывать или нет. Она опять прочитала моё сообщение, не отвечает, не отвечает. Я опять подождала пару дней, но как-то себя чувствую, как-то, я не знаю, как, блин, а вы денег заработать не хотите? То есть вот она я, я готова у вас купить товар. Почему так халатно? Где ответы, где всё? Если бы я была на её месте, я бы тут же отправила ей реквизиты, расписала бы все условия сотрудничества. Она прочла и потерялась. Но, к сожалению, к моему сожалению, не так-то много предложений на украинском рынке польских товаров. В другом бы случае я, ну, не отвечая, что деньги не нужны, я бы пошла дальше. Я бы пошла с кем-нибудь другим договорилась, кому деньги нужнее, чем этой дамочке. Но, как я уже сказала, выбор небольшой. И, в общем, я приросла к этой дамочке. Я надеюсь, вам меня слышно из-за этой воды, я посуду мою. Ну, в общем, я ей потом опять пишу, так, а что там, как там? Она такая, да, вот мои реквизиты, когда вы приедете забирать? Я говорю, я не приеду забирать, я же вам сказала, я за границей делаю заказ для бабушки, мне нужно новой почтой с доставкой до двери. Она говорит, ой, извините, но мы делаем доставку только за счёт покупателя. Я говорю, ну, не вопрос, я оплачу доставку, вы скажите, сколько денег? Она мне пишет ответ. Я не знаю, сколько, потому что я так не отправляла, в основном люди приезжают, забирают. Я говорю, ну, так вы доставкой такой занимаетесь? Да, занимаемся, но сколько стоит, я не знаю. Я говорю, ну, пожалуйста, узнайте, сколько стоит, и я вам оплачу за товар плюс доставка. После этих слов дамочка опять пропала. Она прочитала моё сообщение и пропала. Бабушин день рождения вот скоро-скоро, я всегда так заказываю, чтобы ей курьер постучал в двери. Именно в её день рождения она открывала мои подарки. И так вот было все три года, и вот в этом году хотелось бы тоже, чтобы так всё и прошло. Ну, в общем, ближе к деву эта дамочка молчит. Я ей пишу, говорю, ладно, если для вас узнать доставку, это прям целое-целое дело, давайте, пожалуйста, я вам просто оплачу за продукты. Вы отправьте посылку, сразу же мне дайте номер накладной, и я оплачу эту посылку онлайн. Потому что я посмотрела, новая почта сейчас делает новую услугу, что ты можешь посылку, прям третье лицо, имея этот номер товаротранспортной накладной, может онлайн оплатить доставку. И, слава богу, она продукты эти все отправила, прислала мне номер товаротранспортной накладной, а отправила на посылку за два дня до бабушкиного дня рождения. Ну, то есть прям тютелька в тютельку. И всё, у меня ТТН на руках, я пытаюсь, нахожу на новую почту, на сайт, хочу оплатить эту доставку. И, с моим цыганским счастьем, кто бы мог сомневаться, сообщение на этой странице, извините, в связи с техническими работами оплатить доставку онлайн вы не можете, приносим свои изменения за временные неудобства. Я такая, блин, что же делать? А, чтобы вы понимали, доставка стоит, ну, вот эта посылка обошлась мне в 87 гривен. И я понимаю, что, если, во-первых, моя бабушка, если узнает, что за доставку 87 гривен, она там с ума сойдёт. И мне как-то надо, ну, предупредить бабушку, что, возможно, ей придётся оплатить. И как-то с бабушкой договориться, что я ей эти деньги отправлю, потому что, ну, суть подарка в том, что ты за подарок ничего не платишь. Ну, в общем, параллельно я пишу в службу поддержки новой почты. Я объясняю ситуацию, что для меня принципиально важно оплатить эту доставку, чтобы получатель ничего не платил. На сайте я пытаюсь найти номер телефона этого отделения в новой почте у бабушки в селе. Думаю, я позвоню на отделение и попробую с сотрудниками договориться, что я кому-то из сотрудников на их личную карту отправлю деньги, плюс какой-нибудь интерес для них, ну, то есть сверху что-нибудь отправлю за беспокойство, чтобы они сами своей картой оплатили мою доставку. Ну, в общем, я целый день просидела на связи, я писала всем, кому только можно. И, в общем, сгорем пополам, ночь. А, я вижу на сайте, что уже посылка уже, вот, в общем, подъезжает. У меня ночь, а в Украине это утро бабушкиного дня рождения. Я давай же пытаться платить, я потом думаю, может, я скачаю приложение новой почты и там как-то смогу. Я скачала приложение, зарегистрировалась, пытаюсь заплатить. Ну, в общем, сгорем пополам мне получилось оплатить. Но все равно я переживаю, начинаю читать всякие отзывы людей, что еще не совершенно эта система оплаты онлайн, что многие оплачивают онлайн, им пишет, банк дает отчет, что все оплачено, они приходят на новую почту, а новая почта этой оплаты не видит и не отдает им посылку, либо просят оплатить снова. И люди по несколько раз возвращаются, пока платеж пройдет. Я переживаю, что вот я заплатила, вдруг платеж еще не дошел, и они будут бабушке, с бабушки требовать деньги. Я звоню бабушке. Опять-таки, чтобы с бабушкой связаться, это село, я не могу ей по Вайберу позвонить или еще как-то. Я на скайпе покупаю минуты, минуты на мобильные звонки. В общем, я купила эти минуты, звоню бабушке, чтобы поздравить ее и предупредить, что, возможно, с нее потребуют деньги, чтобы деньги она не платила, потому что просто надо подождать, пока оплата пройдет. Звоню бабушке, бабушка трубку не берет. Ну, в общем, у нас уже глупая ночь, мне пора спать ложиться, я легла спать, спала я очень плохо всю ночь вот такая на нервяках, чтобы все было в порядке. Еле дождалась утра. Получается, у меня утро, а у вас уже вечер бабушкиного дня рождения. Я начинаю звонить бабушке, чтобы же все узнать. Бабушка опять трубку не берет. Я проверяю электронку, мне приходит сообщение от службы поддержки новой почты, что типа, все в порядке, ваш платеж прошел, и даже посылку вашу уже получатель получил. Ну, думаю, фу, слава богу, что все прошло в порядке. Но в итоге я через какое-то время пытаюсь дозвониться бабушке. И говорю, бабушка берет трубку, я ее поздравляю. Говорю, бабушка, ты почему трубку не берешь? Я тебе и утром звоню, и вот вечером уже звоню, а ты мне трубку не берешь. И что мне говорит бабушка? Я бы взяла, если бы не этой эпопеей с новой почтой. И что бабушка мне рассказывает? Что ей звонит новая почта и говорит, типа, вам идет посылка, все дела ля-то-поля, какие у вас планы на день? Мы же вам ее привезем, подготовьте 87 гривен за оплату. А бабушка такая, какая посылка? Я ничего не заказывала. Какие 87 гривен? За что? А получается, дамочка, которая продукты продала, она в посылке, в описании посылки написала «Харчеви добавки». Ну и девочка на новой почте перевела это как «Добавка к продуктам». И она бабушке говорит, ну, вам едет какая-то добавка к продуктам. Бабушка такая говорит, какая добавка к продуктам за 87 гривен? Я за такие деньги продукты себе куплю. И вообще, где-то тогда продукты. Если мне идет добавка к продуктам, то где-то же должны быть продукты. Я ничего платить не буду. Девочка такая растерялась, типа, ну, в общем, это так, а как у вас все-таки, вы будете дома или нет? Бабушка говорит, ну, я буду целый день дома, но я платить ничего не буду. Она говорит, ну, хорошо, ваша посылка типа еще вот в соседнем городе, она еще идет, поэтому мы с вами попозже свяжемся. Бабушка в непонятках начинает обзванивать соседей с вопросом, типа, а вам такое приходило? Что это такое? Вам такое приходило? В общем, соседи говорят, нет, не приходило. А что такое? Непонятно. Ну, в общем. И тут приезжают бабушку поздравлять всякие родственники. Бабушка же им рассказывает этот прикол. И одна из родственниц находит в интернете и показывает бабушке видосик. Я думаю, вы все, кто в Украине, смотрели это, типа, челлендж, когда молодежь вообще рандомной бабушке какой-нибудь старенькой или старенькому дедушке в магазине за свои деньги накупают там всякие разные важные продукты, оплачивают это, и вплоть до того, что доносят эти продукты старичкам до дома помогают. Ну, вот типа, такой вот челлендж. И родственница бабушки показывает одно из таких видео, и они почему-то себе решают, что это государственная программа. Государственная программа пенсионерам-именинникам. И бабушка мне это рассказывает. Я говорю, бабушка, вы там вот видео смотрели, вы слышали, чтобы вам там сказали, это государственная программа именинникам. Она говорит, нет, не говорили. Я говорю, так, а с чего вы поняли, ну, с чего вы взяли, что это государственная программа? А они сделали вывод, к чему надо просто каким-то левым людям, каким-то старикам покупать просто так. Это стопудово государственная программа и, наверное, именинником, потому что как бы всех пенсионеров бы продуктами снабдили, наверное, это именинник. Ну, в общем, сами себе придумали, сами себе поверили. И в итоге бабушка говорит, что мне привезли эту посылку, и когда они мне привезли, они мне, типа, в двери стучат, а я же им говорю, я платить ни за что не буду, они говорят, посылка уже оплачена. Бабушка говорит, кем оплачена? Они там посмотрели, лайф оплатил. Какой лайф, непонятно. Но, в общем, мне не важно, главное, что посылка оплачена, и бабушка говорит, цены, наверное, точно типа от государства. А все штатедии, которых бабушка обзвонила, видят, что приехала новая почта-машина. Они все примечались к бабушке смотреть, что же там за посылка от государства. И бабушка при всех распаковывает мой подарок, где полная посылка, всяких я ей там заказала, разные хорошие сыра, кабаносы, шоколадки, паштеты, шоколадные пасты, хорошие макароны. Ну, в общем, я бабушке такую классную продуктовую корзину собрала, чтобы бабушка побаловала себя всякими вкусняшками, на которые она вечно жабит деньги. И в итоге они там все собрались, и бабушка типа от государства начинает это все распаковывать, давать всем попробовать. И бабушка мне это рассказывает, что представляешь, вот такой вот подарок от государства. Я говорю, какого государства? Это мой подарок. Это я тебе подарила. Она такая, нет, это от государства. Твой подарок я получила заранее. А я бабушке где-то за 2 недели до ее дня рождения еще заказала всякие медикаменты из аптеки, потому что я вечно бабушке позвоню, то у нее то сопли, то кашель, то еще что-то. А аптека в селе одна и находится очень далеко от бабушки, и она уже не в состоянии туда ходить. И я решила ей присылать разных медикаментов. Я в украинской аптеке, которая онлайн-аптека, и заказала, и ей привезли эти медикаменты. И бабушка подумала, что это подарок от меня на день рождения. И тут приходят продукты, и бабушка не осознает. Я говорю, как? Ну, бабушка, это я тебе заказала. Я рассказала всю историю, как я ей заказала, что были проблемы с оплатой. И что я бабушку звонила. Говорю, я тебе звонила утром предупредить, что, возможно, от тебя потребуют деньги. Ну, в общем. А бабушка все равно. Так я не понимаю. Так а какой лайф оплатил? Говорю, бабушка, какая разница, как они назвали плательщика? Главное, что оно оплачено. Говорю, ты что, мой почерк не узнала? А бабушка? А ты что, мне там еще и записку передала? Я никакой записки не видела. Говорю, да не в записке дело, просто продукты. Я тебе примерно такой же ассортимент продуктов каждый год присылаю. Ну, неужели ты подкрыла? Она такая, а я еще смотрю, паста, как ты мне обычно заказываешь. Шоколадки такие же. Ну, я почему-то даже и не подумала. Ну, короче, я думаю, блин, я столько времени потратила, чтобы этот подарок бабушке собрать, чтобы эта женщина наконец-то взяла от меня деньги. Всем подряд я писала, обзванивала, чтобы оплату провели за доставку. И в итоге бабушка весь вечер сидела и думала, что ее поздравило государство. Вот так вот бывает. Субтитры делал DimaTorzok